Площадь Руднева По другую сторону баррикад противники экспремьера. Их в несколько раз больше, чем сторонников, но с приходом жары и тех и других становится все меньше. А вот в здании суда независимо от погоды картина не меняется. Несмотря на то, что впервые за долгое время на заседание явилась Евгения Тимошенко, скамья подсудимых вновь пустует. Экспремьер ехать в суд отказалась уже в 19-й раз. Вердикт в суде не изменен, без подсудимой слушать дело невозможно. Поэтому в заседании объявляют перерыв. Щиро обожаю потрапить до Европейского Союза, есть ничем другим, чем просто блюзнирством. Представители гособвинения снова говорят о неуважении Тимошенко к участникам процесса. Называют ее поведение аморальным. На брифинге, отвечая на один и тот же вопрос журналистов, в течение года уже не могут сдержать смех. Мы надеемся на то, что подсудник самому захочется прийти к суду. Ей станет соревнованно перед общественностью в первую очередь. И она честно и добровольно расскажет о обставине керувания нею корпорации ИСУ и расскажет о том, как она добровольно неоднозначной славы газовой принцессы. Учитывая, что Тимошенко находится на стационарном лечении, гособвинение и в этот раз не ходатайствовало о принудительной доставке ее в суд. Используют хоть когда-нибудь представители гособвинения свое законное право на доставку Тимошенко в суд приводом неизвестно. А следующее заседание состоится уже 7 июня в 15.00.